Всем привет! С вами мастер Валерий и мы продолжаем разбирать темы по всемирной истории, которая согласно кодификатору ФИПИ относится к единому государственному экзамену. Первый из вышеуказанного кодификатора является тема цивилизации Древнего Востока. В прошлый раз я уже упоминал, сколь обильно число этих цивилизаций, относящихся к данной теме. Тогда был рассмотрен Древний Египет, а сегодня пришла очередь Древней Месопотамии или по-другому Междуречи. Ну что ж, погнали! Междуречи. Между Хрек, Тигр и Ефрат, впадающих в Персидский залив, раскинулась плодородная долина, в которой уже с незапамятных времен поселились люди. В начале 6-го тысячелетия до нашей эры живущие здесь люди начинают постигать металл. Это была медь. Пройдет не одна сотня лет, прежде чем металлы вытеснят окончательно камень, в качестве основного материала для орудий. В истории этот период принято называть Энеолитом или по-другому Меднокаменным веком. Убийцкий период. С начала 6-го по начало 4-го тысячелетия до нашей эры. Первая цивилизация, возникшая здесь, вовсе была не шумерской, как зачастую ошибочно считают многие. Доподлинно неизвестно, что это были за люди, но влияние, что оказала их культура не только на Междуречие, но и на весь Ближний Восток, было огромным. Общество в этот период проходило свое становление. Постепенно растало имущественное расслоение, стало выделяться знать. Огромное значение имели старейшины, народное собрание и, безусловно, жрецы ранней религии. Кстати, именно культовые сооружения в основном и представляли собой здания в привычном для нас смысле. Население преимущественно проживало в хижинах из тростника и кирпича-сырца, необожженного кирпича, вылепленного вручную. В конце своего существования убийцкая культура уже знала города, что являлись центрами протогосударств. Основой экономики служило ирригационное земледелие, прекрасно было развитое ремесло, в частности керамика, и при этом охота и рыболовство продолжали оставаться существенным фактором жизни. Письменность тогда была еще не изобретена, но узоры и разноцветные рисунки уже вовсю наносились на горшки и вазы. Шумеры. С начала 4-го тысячелетия до 2316 года до нашей эры. Откуда в Междуречье появились шумеры неизвестно. Сами они считали, что ранее проживали на острове Дельмон, но где располагался этот остров и правдивы ли эти сведения мы не можем сказать наверняка. Кстати, шумерами они себя не называли. Это название закрепилось за ними благодаря археологам, что проводили раскопки в области Нижнего Междуречья в Шумере. Сами себя они называли черноголовыми, что на их языке звучало как Сагига. К цвету кожи это самоназвание не имело никакого отношения. Появление шумеров стало поистине революцией всего Ближнего Востока. Очень быстро по историческим меркам эти люди застроили все Южное, а потом и не только Южное Междуречья, своими городами и поселениями. Активно развивалась и перестраивалась регационная система. Впервые применили способы каскадного полива и строительства акведуков. В своем строительстве шумеры активно применяли глину как главный строительный материал. Кроме уже традиционного кирпича сырца, использовался обожженный кирпич, а также декоративный глазурованный. Можно сказать точно, что первая керамическая плитка родом отсюда. Шумеры вообще во многих делах оказались первопроходцами. И в первую очередь речь идет о науке и образовании. Если я начну перечислять все то, в чем данная цивилизация была пионером, может возникнуть ложное ощущение, что речь идет о сверхлюдях, созданных некими богами, как верили сами шумеры. Поэтому прежде чем немного приоткрыть завесу этой темы, важно будет сделать оговорку, что все, что они изобрели и развили, было растянутым по времени на целых полторы тысячи лет. Итак, готовы? Первая полноценная письменность – клинопись, развившаяся в науку о самой себе, когда стали появляться книги и учебники словесности, словари и сборники афоризмов. Вообще писать книги шумеры очень любили. Мы до сих пор не расшифровали десятую часть всего того, что дошло до наших дней. Существовали учебники, производственные записи, литературные произведения, религиозные тексты и даже своя нотная азбука. Причина сохранности в материале, на котором писали, это была глина. Продолжим. Практически все основные науки, такие как математика, физика, химия, астрономия и даже агрономия несут в себе корень в этой цивилизации. Сюда же отнесем медицину, фармацевтику, металлургию и монументальное строительство. Кроме этого, колесо, повозки, единые стандарты меры и длины, деньги, школы и даже законы с налогами. Более того, привычные нам 360 градусов окружности и 12 месяцев с 365 днями в году – это их открытие. При всем своем высоком по тем временам развитии, шумеры долгое время представляли из себя города-государства, частенько враждовавшие между собой. И лишь в конце своего времени эти гении древности додумались до формирования некой подобии федерации, во главе которого стал Совет Городов, чем-то напоминавший про образ парламента. Отдельно стоит сказать про религию шумеров. У них наличествовал очень сложный миф с множеством богов и мифических существ. Некоторые из легенд того времени позднее нашли свое отражение в Библии. У каждого города был свой бог-покровитель. В честь этого божества возводился большой храм, именуемый Зиккуратом. Сам Зиккурат представлял собой ступенчатую пирамиду, на вершине которой стоял храм, а к нему вела большая лестница. Влияние шумерской культуры было столь велико, что письменность, язык, культура и научные знания переживут своих создателей на много-много веков и станут фундаментом для более поздних цивилизаций, таких как Акад, Вавилония, Осирия, частично Ахета и даже Перси. Акадское царство. 2316 по 2137 годы до н.э. Во многом этот период будет продолжать традиции предыдущего. Ко всему прочему, именно в это время шумерская культура выйдет далеко за пределы Междуречья. В одном из шумерских городов Киша проживал удивительный садовник, которому было суждено стать основателем первого большого царства в регионе Ближнего Востока. Речь идет о Саргоне Древнем, или как его называли в то время Шарумкене. Этот человек, будучи незаконорожденным сыном жрицы, был чудом спасен из реки водовозом царя города Киша, который стал впоследствии его приемным отцом. Возмужав и заведя нужные знакомства, Саргон поднял восстание сверх местного царя, а также создал первую в истории регулярную армию, не привязанную к земледельческим работам. И уже с помощью этой армии объединил под своей властью не только области Акады и Шумера, но и расширил свое влияние от Персидского залива до Средиземного моря. Воинственный дух основателя династии передался его потомкам, и по иронии судьбы ни один из его потомков не умер своей смертью. Закат царства был вызван внутренней нестабильностью и приходом большого кочевого племени Гутьев. После смерти царя Шар-Калишари государство окончательно распадается на отдельные части, где лишь в южном Междуречье сохраняется порядок под предводительством таких городов, как Ур и Лагаш. Вавилония с 1895 года по 539 год до н.э. Город Вавилон – жемчужина Древнего мира. Город-стоворот, как его называли в те времена, был поистине первым мегаполисом нашей планеты. Шутка ли? 150 тысяч жителей – это при том, что население всего земного шара тогда было примерно равно около 100 миллионов человек, раскиданных по всем континентам и многочисленным островам. Сам город первоначально был основан шумерами, но позднее пал под натиском кочевых племен и на несколько столетий ничего особенного из себя не представлял. Пока племя Амариев не сделало его своей столицей. Вавилон был продолжателем шумеро-аккадской традиции. Именно здесь возродились науки, ремесла и торговля. Торговля, к слову, была мировой. Сюда стекались караваны купцов со всего известного тогда мира. Вершина могущества старого Вавилонского царства считается правление царя Хаммурапи, создавшего самый древний из сохранившихся кодекс законов, который не терял своей актуальности вплоть до эпохи эллинизма на Ближнем Востоке. Сразу после смерти Хаммурапи в земли Вавилонского царства вторглись коситы, которые спустя два века смогут установить полную власть над этим краем. Правление коситов продолжалось до 1150 года до н.э. Конец их власти положило вторжение Ассирии с севера. Ассирийцы контролировали город и его окрестности на протяжении четырех веков. Однако город оставался столь значительным, что обладал своей автономией. Однажды, по приказу сирийского царя Синахириба в 689 году до н.э. город был даже полностью разрушен, а население все увезено в другие города. Но спустя всего 10 лет, при уже его сыне Ассархадоне, город был восстановлен, и население вернулось в свой родной край. В 626 году город сумел вырваться из-под власти Ассирии и было образовано новое Вавилонское царство, ставшее на сотню лет одним из величайших государств Востока. Наибольшего могущества царство достигло при Новуходоносоре II, вошедшем в историю разрушением Иерусалима и строительством висячих садов Семирамиды, одного из семи чудес света. Кроме висячих садов, Вавилон прославился великолепными вратами богиней Иштар и исполинским зекуратом Этиминанке, более известной нам как Вавилонская башня. История самостоятельного Вавилонского царства заканчивается в 539 году до н.э. взятем города, основателем уже персидской державы, Киром II Великим. Ассирия От примерно 2400 до 605 года до н.э. По мере своего развития, Шумерам стало очень тесно, и они стали основывать свои колонии, одной из которых и стал город Ашур на севере Междуречья. Находясь на значительном расстоянии от самого Шумера, город постепенно стал становиться самобытным и после падения Акадского царства обрел свою независимость. На протяжении нескольких веков город и царство вокруг него крепли и расширялись. Первый расцвет Ассирии пришелся на период становления Вавилонского царства, и именно противостояние с последним привело к падению первой ассирийской державы. Появление же касситов и захват имя Вавилона позволило обрести второй раз независимость и спустя три века взять реванш, подчинив сам Вавилон. Ассирийское царство, несмотря на свой очевидный подъем и международный вес, было долгое время очень рыхлым образованием. Постоянные интриги и борьба за власть на фоне катастрофы бронзового века не способствовали его укреплению. Отсутствие олова для выплавки бронзы привело к освоению железа. Именно ассирийцы первыми стали использовать железо массово, а оружие из железа, как известно, куда прочнее и меди, и бронзы. Вторым нововведением стало появление кавалерий в качестве самостоятельного рода войск, а также массовое применение колесниц. Вот эти факторы позволили ассирийцам перейти к активной внешней экспансии. Величие ассирии достигло при царе Саргоне II, ими нам уже знакомые. Правда, этот тезка, основатель Акадского царства, жил в 8 веке до н.э. Своими многочисленными походами он расширил границы царства, а проведенная им военная реформа привела к продолжению завоеваний при его потомках. Ассирия умудрилась завоевать даже сам Египет. Ассирия опиралась исключительно на военную силу и не сумела выстроить рабочие отношения с покоренными народами. И как только эти народы почувствовали слабость ассирийских царей, захлестнули государство своими восстаниями. Первым отложился Вавилон. Именно этот город станет причиной гибели самой Ассирии. В союзе с Мидией Вавилон в 612 году захватил и жег столицу Ассирии Ниневию, а спустя 7 лет Новохудоносор сбил объединенное войско Египта и Ассирии в битве при Каркемише, положив тем самым конец ассирийской державы. Главное, что нужно запомнить о Междуречии, это две реки – Тигр и Ефрат, обеспечивающих не только сельскохозяйственное процветание, но и служащих важнейшими торговыми маршрутами древности. Столь изумительное место всегда приковывало к себе взгляд всевозможных завоевателей, в частности кочевников. И именно с приходом таких времен и связаны смены эпох данного региона. Глина и тростник – главные строительные материалы, с остальными ресурсами куда скуднее. А этот фактор поталкивал все царства Междуречия по ходам и активной торговле. Ну и, конечно же, факт того, что Междуречия оказала огромное влияние на весь регион и весь мир без преувеличения. Глина и тростник – главные строительные материалы, с остальными ресурсами куда скуднее. Этот фактор подталкивал все царства Междуречия к походам и активной торговле. Ну и конечно же факт того, что Междуречия оказала огромное влияние на весь мир без преувеличения, которое мы ощущаем и в наше время. Первая тема из кодификатора одна из самых больших, посему мы не ставим в ней точку и в следующий раз продолжим освещать историю других цивилизаций Древнего Востока. Всем хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok